Девушки отдыхают 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 Со своим учеником через некоторое время он расписывает фрески церкви Ореветто. Одним из учеников его был Антониаццо Романо. Это важная фигура итальянской живописи, как написано в Википедии. В 1450 году Анжелика стал настоятелем монастыря Сан-Доминиково-Фьюзоли, там где начинал свой путь служения Богу. Умер в 1455 году в Риме. Похоронен в церкви Святой Марии на Минерве. На его саркофаге надпись «Здесь покоятся достопочтимые художники Фра Джованни из Ордена Проповедников». «Пусть хвалою мне будет не то, что казался я вторым апеллесом, но что все, что владею, отдал тебе у Христос. Иные творения живы на земле, другие на небе. Город Флоренция и Тури цвет давнего Джованни рождения». Так написано на саркофаге. Надо сказать, что для творчества Фра Анжелика характерна простота цветовых решений, граничащие с наивностью, мягкий лиризм, свойственным многим мастерам Квартаченко, широкое использование золота. Благодаря Вазаре художник стал известен под именем Фра Анжелика. Долгое время художника называли Беата Анжелика, то есть Блаженная Анжелика. Но Ватикан причислил его к лику Блаженных только в 1984 году. Память Фра Анжелика празднуется 18 февраля. И он стал считаться небесным покровителем всех художников. Вот, наверное, примерно и все, что можно было найти в Википедии о художнике Фра Анжелика, итальянском живописице, представителе Раннего Возрождения. Посмотрите картину, которую мне удалось бы вытащить из интернета. Это все. Всем пока. Всем привет. До свидания. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok